всем привет так у вас на экране вот такая красотка это люди маниана минданао я ее купила с рук огромное спасибо продавцу шикарная штучка я ее очень хотела я люблю видовые фленопсисы и всегда мне хочется купить не просто там люди мани а какую-то вот с перчинкой с изюминкой и вот такая красота в общем цветок держится уже очень давно она ко мне приехала с этим цветком она у меня уже бог знает сколько с этим цветком и вот как раз когда я все-таки решил что нет надо бы ее снять хоть цветение не моя заслуга но поделиться с миром красотой я пришла я снимать этот цветок начал вянуть обидно досадно но ладно она была более яркая вот она бледнеет и у нее были более развернутые лепестки но вот моему шума ему поэтому извините у нее волшебная губа вот честно вам скажу губа с вот этим ворсом просто сказочная и я выложу фото обязательно как всегда куда же без фото в своем инстаграм и на фб на своей страничке на страничке канала поэтому можете заглянуть ссылки в описании перейти посмотреть там все будет и очень классное чудо очень классные листья у меня пока немножко адаптируется нижний начал желтеть но зато вот пошел верхний я надеюсь на быстренько по обвыкнется я ее во всем устрою и уже она не будет ничего желтеть не люблю я когда они желтят листья хотя да конечно это обычный природный процесс и теперь стоит я думаю немножко порассказывать про этот чудесный фаленопсис и про уход за ним ну что ж сразу извиняюсь у меня немножко подшаливает мой стабилизатор который я держу в руках потому что не очень сейчас удобно цветы снимается на скажите на моем штативе у меня маленький штатив сломался который для близкой съемки цветов был если новый не купила а большой получается сильно далеко поэтому я снимаю со стабилизатором а у него садится зараза батарея и он немножко подшаривает местами поэтому может быть немножко такие рваные кадры потому что при монтаже я буду вырезать кусочки как там где перекрутилась камера или еще что-то но уж моему шума его так смотрите лиды маниана она растет манила и филиппины и это фаленопсис теплого содержания температуры у него в принципе практически сезонные не колеблется чуть-чуть прохладнее зимой но это все равно всегда за 30 то есть это летом 31 35 а зимой это 30 33 то есть в принципе колебаний практически нету ночные температуры 23 24 зимой 21 22 то есть в принципе тоже годовых таких сезонных колебаний особо нет но мы обращаем с вами внимание на суточные колебания день ночь растет он очень низко это 27 61 метр над уровнем моря вот такие точные цифры то есть совсем низко это действительно даже не теплого содержания я бы сказала жаркого содержания часто иностранные источники пишут ход да то есть у них есть warm а это прям вот ход так что да это жаркое содержание и по свету он не требовательным 10-12 тысяч люкс из цифр переводя на человеческий просто среднее освещение свойственное практически всем фаленопсисом в нашей полосе если на подоконнике то наверное возможно без досветки но не знаю люди маньяна на подоконнике чтобы не было холодно надо будет постараться ну а кто в квартире на стеллаже то там конечно же досветочка небольшая не помешает если говорить именно про местность где она селится где ее можно встретить то абсолютно все отмечают что это где жарко где много воды то есть населится возле водоемов где будет высокая влажность причем круглый год и так из-за своего расположения опять-таки вспоминаем то что я говорила про свет она не требовательна к яркому освещению и вот тут я хочу упомянуть такую небольшую особенность для этой красотки как ни странно хоть и это фаленопсис очень теплого содержания но у нее наступает такой определенный период покоя то есть время когда и надо отдохнуть опять-таки когда мы говорим про период покоя мы всегда делаем скидку на то про какой орхидею мы говорим то есть да это не будет как у некоторых дендробиумов что все держим сухо не поливаем холодно там не как цимбидиумы до выставляют на балкон без отопления нет просто это тот период когда надо немножко остановиться с удобрениями дать растению перевести дух под собрать сил и это вот кстати тот период когда ей немножко понимают поднимают уровень освещения но при этом снижают чистоту полива обильность полива то есть тут надо будет вам подрегулировать вот такая особенность что кстати очень редко для таких теплых фаленопсисов но кстати эквестриц эквестриц тоже любит отдохнуть вообще честно говоря всем надо дать немножко отдохнуть немножко скинуть обороты особенно если у вас непостоянные условия круглый год но опять таки если условия непостоянные то мы делаем автоматически да у нас становится темнее прохладнее мы начинаем меньше поливать так дальше так просвет в принципе все больше ничего добавить такая еще особенность она любит обильный полив любит частый полив но это тот фаленопсис который не очень любит стоять мокрым и реакции на такую переувлажненность субстрата это может быть скидывание корней и подгнивание внизу шейки до самого стебля поэтому субстрат лучше выбрать тот который будет побыстрее просыхать да вам придется почаще поливать но растение у вас будет гораздо гораздо здоровее и влажность воздуха опять-таки вспоминаем где она селится что она любит она любит конечно повыше среднего ну там уже опять-таки в зависимости от ваших условий это можно как-то подкорректировать немножко возможно под заменить опрыскиванием опрыскивание не заменяет вот эту вот влажность воздуха в течение всего дня это понятно но это помогает скажем так возобновить немного водный баланс через листовые пластины не переувлажняя при этом субстрат его как заказать вот это если так по простому и коротенько я думаю стоит упомянуть что мы поливаем орхидею ориентируясь по ее листьям да то есть многие совершают большую ошибку многие ориентируются по субстрату но главный ориентир при поливе это все-таки листья то есть если они теряют тургор то нам надо что-то менять есть например лист теряет тургор субстрат мокрый вы считаете что поливать не пора значит неправильно подобран субстрат или неправильно подобран полив под этот субстрат вы например замачиваете а при такой посадке замачивание слишком переувлажняет, и вам, например, надо проливать или опрыскивать, или еще как-то. Поэтому следите. Да, в периоде покоя обязательно следите, чтобы листья не теряли тургор. Потому что иначе период покоя не пойдет на пользу. Покажем так. Ну что ж, буду заканчивать. Вот такая у меня красотка. Много наболтала. Надеюсь, вам это будет полезно. Надеюсь, вам это чудо понравилось. У меня есть еще одна людочка. Но она еще не цвела. Как зацветет, обязательно покажу. Что ж, заглядывайте в описание. Делитесь этим видео с друзьями или в своих группах. Спасибо всем, кто досматривает до конца. Это для меня всегда очень важно. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok